Всем привет на очередном Детоксе. Вячеслав, начинай. Вячеслав, начинай. Так, экран я расшарил. Сегодня мы никакой компонент визуально писать не будем, чисто в консоли поработаем. Допустим, нам надо вывести какой-нибудь лог, куда мы будем подставлять, например, юзернейм, пароль и так далее. Очень часто мы такую задачу выполняем при логировании, подставляем какие-то переменные. Вот. И сейчас предлагаю создать вот такие простые перемены. Например, first name. last name. Что еще? Мог там, email, например. email. Ну, предположим, что он у нас будет состоять из first name плюс точка last name и дальше gmail.com. Допустим, так. Дальше объявим такую переменную, например, обращение, is found. То есть, допустим, найден пользователь. Заход кодим true, допустим, найден. И результирующая строка с сообщением прислалась. Дальше мы напишем его имя, first name. Затем мы разделяем пробелом, пишем его фамилию. В скобочках мы укажем его в почту. Так. Опять же, не забываем пробел, открываем скобку. Дальше подставляем его email. Закрываем скобку. Разделяем пробелом. И дальше у нас будет условие. Если он найден, выведем строчку и в противном случае, обычный тернарный оператор, в противном случае выведем doesn't exist. Так. Вот. Ага. Я понял. Вот эту штуку нам нужно экранировать. Есть. В принципе, все. Строку мы нашу собрали. И теперь просто выведем ее в консоль. и посмотрим, что получится. Есть. Пользователь есть. Если мы возьмем, напишем false, он напишет doesn't exist. Вот. И, собственно, строка шаблон позволяет в значительной степени улучшить читаемость вот таких конструкций. вот. И даже на примере почты мы начнем ее имплементировать. Для начала мы сделаем только копию, она нам еще пригодится для сравнения. Как объявляется строка шаблон? Вместо кавычек, одинарных или парных, мы ставим пару обратных апострахов, которые находятся на клавиши йо под тильдой. Ставим две пары, все, у нас готовая строка шаблон. И для того, чтобы вставить какую-то переменную шаблон, мы пишем доллар и скобки фигурные. И вот здесь так, ну нам, а, ну да, у нас будет почта, она начинается с first name. Все. Вот здесь наш first name заканчивается и продолжается обычная строка, обычный мир строк. В этом мире строк мы пишем нашу точку и снова пишем новую переменную. Last name. Все. Обратно возвращаемся в строку и пишем остаток адреса почты. Вот так выглядит в шаблоне наш e-mail. Сейчас, если раскомментировать первый вариант, видно, что он, очевидно, уже короче. Может быть, здесь кажется слишком нагроможденно, но в целом ради объявления одной точки мы добавили 8 лишних символов. То есть, это пробел плюс пробел кавычка, уже 4 символа, еще 4. Это просто, чтобы вставить точку. Вот здесь просто мы поставили точку и вот такой шаблон, он как бы более нагляден, он лучше передает структуру строки, потому что здесь непонятно или какие-то пробелы еще есть, или что еще. Вот, поэтому вот таким образом использование шаблона в значительной степени улучшает читаемость строки. И теперь применим шаблон к результирующей строке. Опять же, сделаем копию. И что мы здесь делаем? все нагрохнуть, открываем шаблон. Так. И начинаем. Вот, кстати, обратите внимание, здесь я вывел first name, здесь last name, между ними я вставил два плюсика, просто чтобы сделать пробел между ними. Вот, как это будет выглядеть шаблон. Так, открываем переменную, вставляем first name, просто ставим пробел, открываем следующую переменную, пишем last name, опять же, пробел, скобочка, открываем переменную, пишем email, закрываем скобку, и дальше следующие пробелы, следующие переменные, да, все правильно. мы вставляем вот это условие. Вот, теперь проверим, или оно работает. Так, у нас лишняя скобочка, мы не удаляем. Так, ну, вот, в общем-то, работает. Да, и теперь раскомментируем, посмотрим, что, в общем-то, запись сократилась, и здесь сходу, ну, может, это очень субъективно, и это лично мне, но мне, например, понятнее, где расположены пробелы, где нужно добавить или убрать пробел, потому что здесь постоянно начинаются какие-то профтыки, нужно добавить пробел в начало строки, чтобы она не прилипала к выводу этой переменной. Вот, и, на мой взгляд, шаблоны, строки-шаблоны очень неплохо решают эту задачу. И, в принципе, сюда, в эти скобки, можно положить все, что можно присвоить переменной. То есть, если мы сюда, например, положим какое-то конкретное значение, например, тернарный оператор, соответственно, мы можем положить его вот сюда, что мы и сделали. Мы сюда можем положить название функции, поскольку мы можем присвоить переменной результат выполнения какой-то функции, условно. Соответственно, сюда мы можем точно так же это написать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. В принципе, это все, что я хотел показать. Спрашивайте. Да, у меня есть вопрос H2. Но не совсем по... Хотя один по тернарным операциям. В общем, вот тут у тебя в конце это закрывающаяся кавычка фигурная. И она напечаталась. А можно сделать так, чтобы она не печаталась? Она уже не печатается, я ее удалил. Вот. Она была... Я случайно ее два раза написал. А, я поняла. Я упустила. Это было вот так. Ага. А еще вопрос. А почему два раза печатается результат? Это связано с тем, как рендерится компонент. То есть компонент, видимо, что-то в нем обновилось два раза, соответственно, два раза он отрендерился. у нас при каждом рендеринге выполняется вся последовательность. То есть это сейчас это связано с жизненным циклом компонентов и в данном случае это не тема этого дефтокса. Я поняла. Спасибо. Еще какие-то вопросы? Ну, если больше вопросов нет, то спасибо. У меня все. Спасибо. Спасибо. У вас кто-то еще хотел бы выступить? Ну, если желающих нет, то тогда мы будем заканчивать. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok